Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 сентября. Сегодня необычный видеоролик о луке Суворова. Вернее о семенах, о его размножении. Я несколько лет уже показываю лук Суворова, говорю, что это моё самое любимое, самая первая любимая зелень. И так как многие хотели его развести, размножить, в этом году я всё-таки пошла навстречу и решила собрать семена для своих заказчиков. И насколько хватит во все первые заказы, ну не в несколько штук, а вообще в очень много, в очень большое количество заказов, этот лук Суворова я буду ложить, добавлять, подкладывать. И сейчас я расскажу подробно, потому что раз уж я решила поспособствовать распространению этой культуры, я должна рассказать подробнее о сортовых характеристиках и предостеречь некоторых моих зрителей, которые хотят развести этот лук и, не дай бог, его употребят не в том виде, в каком он есть. Смотрите, я начну сначала. Вот этот лук, я вот показывала фотографию, его можно воспринимать и как декоративное растение. Я у многих вижу, просто вот эти шапки фиолетовые растут и всё, ничего больше они с ним не делают. Ну вот это, по-моему, даже это не тот лук, какой мой, у меня с широкими листьями, это я взяла с сайта. К сожалению, из огромного количества своих фотографий я не смогла найти, и в этом году фотографировала, и в прошлом. Просто времени нет искать вот фотографию своего лука. Ну скажу так, шишка будет вот такая, а лист будет широкий. Ой, тут даже можно увеличить, да? Я даже не знала об этом. Вот они, вот его семечки. И когда я пыталась размножить его много лет, сейчас начну всё сначала. Он у меня появился лет пять назад. Принесла соседка просто вот такой луковицей. И принесла под названием ракомболь. Все, наверное, знают, что я несколько, первый год или два называла его лук ракомболь. Вообще, с этими луками можно запутаться. У них очень небольшие такие различия, не очень ощутимые. И есть разные-разные луки. Я его звала и ракомболь, и египетский лук, и лук чеснок, и анзоры какие-то, всяко их называют. Но потом, опять же, спасибо моим зрителям. Мне точно уже, как сказали, разъяснили, что у меня именно вот этот вот лук суворова. И теперь он будет на этикетке, вот в пакетике будет написано лук суворова. И так я его и называю лук суворова. В этом году снимала я видео, говорила, что жалко детей суворова. Вот они в прошлом году обсыпались, и все взошли. И взошли, такое произошло первый раз. Повторюсь, пыталась размножить его много-много раз, ничего не получалось. Я высевала его и вместе с томатами в лоточки весной. Дома хотела как сделать рассаду, потом высадить. Высевала и осенью, высевала и весной рано. Но не всходил он у меня, и все. И потом лишь изучив поподробнее информацию, вот об этом красивейшей луке, я хотела вообще грядку сделать. Я прочитала, что он способен к размножению вот этих семена только в возрасте 4 лет. Короче, нужно ждать 4 года, когда растение достигнет, можно так сказать, полувозрелого вот этого возраста. И только тогда вот эти маленькие черные семечки, чернушки способны дать потомство. А я билась вот с первого года, как у меня появилась одна луковица. Да, луковицы можно размножить, но мне жалко было его выкапывать, повреждать вот эту корневую систему, потому что у меня была всего одна луковка, и луковица, и он размножается не очень быстро. Вот у меня первый куст, который я посадила, сейчас за 5 лет в нем всего 8 или 9 вот этих стрелок, пучков. Короче, каждая стрелка это отдельная луковица. Я не могла, и поэтому я сразу предупреждаю своих зрителей, кто получит мои семена. Мои семена у вас зайдут, но если вы захотите размножить со своей луковицы, которую на будущий год вырастет вот эта вот такая стрелка, соберете семена, можете не собирать. С молодых растений у вас ничего не получится размножить, вам придется ждать 4 года. Давайте прочитаем описание, потом я расскажу вам предосторожности, которые нужно соблюдать. Вот написано, многолетнее растение семейства луковые, один из представителей группы горных луков, он именно не нашей местности, он откуда-то завезен к нам, объединенным общим названием Анзуры. И мне многие зрители делали замечание, когда я сейчас называю лук Суворова, пишут, это не лук Суворова, это анзур. Но поймите, анзур это общее название вот этих горных луков, а они разделяются потом еще на разные разновидности. Вот у меня вот этот подвид, именно лук Суворова. Они различаются там формой листа, не буду вдаваться. Произрастает лук Суворова в диком виде в горных районах Средней и Центральной Азии. Ясно, что это не у нас в Сибири. У нас сибирский регион, но у нас растет он прекрасно. Из-за одного своего качества, которое очень редко у растений, это сумасшедшая морозостойкость. Вот уникальная морозостойкость. Распространена легенда, почему это растение называют луком Суворова. При знаменитом переходе через Альпы армии великого русского полководца Александра Васильевича Суворова был найден в горах этот необычный лук со вкусом чеснока. Употребление полезного лука в пищу спасло солдат от цинги. Листья отрастают очень рано весной. От себя добавлю сквозь лед, сквозь снег. Они пробиваются, они пробивают лед и из-под льда вылазят вот эти зеленые листья. Поэтому это практически первая весенняя витаминная зелень. Листья широкие, сизоватые. Вот у меня именно широкий лист. Вот на фотографии я вам показывала, там узкие листья, а у меня широкие, как у кого я даже не знаю, сизоватые, по краям опушенные, соцветия шаровидные или полушаровидные, цветки красочные, розово-фиолетовые с темной прожилкой на лепестках. Сорт зимостойкой и практически не поражается болезнями и вредителями. Вот это я вам подтверждаю точно, что не болел ни разу за 5 лет, не вымерзает. Даже когда вот он отрастает листья, потом у нас выпадает снег, заваливает сугробами, он под сугробами лежит, снег растаял, а он вот он, листья даже, признаков подмерзания нет. Существует мнение, что лук суворова по полезным свойствам приближается к женьшеню, однако сами луковицы в сыром виде могут быть ядовиты, поэтому в пищу использовать в основном листья. Вот об этом я и хотела вас предупредить, потому что я сейчас разошлю по всей стране и за границу этот лук суворова. Люди подумают, что я его нахваливаю, начнут луковицы добавлять в салат или что-то. Я сразу предупреждаю, луковицы в сыром виде нельзя кушать ни в коем случае. У них вот это ядовитое, они используются в лекарственных целях. Если кто-то хочет как-то использовать для лечения, вот так же как женьшень, он оказывает какие-то, имеет свойства, оказывает на наш организм большое влияние и кушать только листья. Если кто-то захочет более широко применить вот этот лук, он, эти луковицы там после, там по-моему отваривают или маринуют, они в пищу используются, но это как грибы. Никто же сырой грусть не думает кушать, а вот после термической обработки, после чего-то его кушать можно. Но я употребляю только листья. Для меня это так вкусно. Он не такой острый, как чеснок, но привкус чеснока есть. Он не похож на вкус лука, хотя называется лук. И вот этот смешанный лук, вкус лука, чеснока, но более мягкий, так что можно употреблять вообще даже без хлеба, это вот, ну он какой-то своеобразный, неповторимый. И я всем советую где-то у себя там в том месте, раз он горный лук, для него не нужна сильно плодородная почва, в том месте, где у вас ничего не растет, а может быть вообще где-то за периметром своего участка посадить лук Суворова. Сразу расскажу. Вот я печатаю для них сейчас ценники. Хоть это и подарочный, как продукт, но мне все равно нужно написать в ценники хотя бы какие-то, описать его сортовые характеристики. Сразу в самом начале печатаю, что это подарок, чтобы люди не подумали, что это не замена какого-то сорта томатов. Это не входит в стоимость, это совершенно бесплатно. И сейчас еще хочу пояснить, что даже если вам не нужен этот лук Суворова, даже если он у вас есть, не нужно мне об этом писать, потому что вы понимаете, что я не ясновидящая, я не вижу, у кого есть этот лук Суворова, у кого нет. Если вам придет вот этот подарочный пакетик, но он вам не нужен, у вас он есть, но вы просто выбросите его и не нужно говорить, что прислали, а у меня уже есть. Ну короче, это подарочный, он идет во все первые, там несколько сотен номеров, куда попадет, туда я и положу. Все, это подарок, он не обсуждается, он не нужно, как в прошлом году, писать комментарии, зачем выслали, вам не надо, вы рассылаете. Вы поймите, что хотя это и подарочный вариант, но он тоже требует от меня большой затраты времени. Я вот сижу, выбрала информацию, напечатала ценники, мне сейчас нужно их на принтере размножить, разрезать, разложить на пакетики, которые я покупаю за свои деньги, потом обработать, просеять семена, разложить. Так что это не из-за того, что просто у меня на выброс девать некуда, я выкидываю. Еще собирать семена, я не хотела вообще собирать их, но по огромным, многочисленным просьбам, кто хочет людей взять вот этот лук суворова на размножение, я это сделала. Поэтому если вы получите, но вам не нужен, но вы хотя бы из уважения к моему труду не пишите, что зачем вы мне натолкали то, что мне не нужно, просто выбросите и все. Вот смотрите, лук суворова, анзур, можно его называть так, можно и так. Я пометила, что он ультраранний, что он морозостойкий, что это многолетний и лучший. Если вы его высадите сразу на одно место, где посеете, вот он, например, появятся эти всходы, вы посадите на одно место и не пересаживать. Он чем дольше растет на одном месте, тем лучше размножается. И написала, что в пищу листья, только листья, луковица ядовита. Я уже не знаю, как объяснять, чтобы кто-то не ошибся и кто-то не обвинил меня в том, что я недостаточно полную информацию выдала. Написала, что посев под зиму или рано весной. Но так как вы получите эти свои заказы только в ноябре, наверное, не все успеют под зиму. Лучше всего рано-рано весной. Можно подготовить грядочку вместо сосени, вскопать, прорыхлить, все. Все, сейчас я покажу, какие семена и как я их готовлю. И буду разрезать и раскладывать. Опять же, несколько слов по поводу заказов. Заказы я, конечно, и рассылаю номера, и уже кто-то прислал вместе со списками, и распечатываю, делаю все это одновременно. Но так как все это накладывается, одна работа на другую, конечно, идет все это медленно. Еще раз извиняюсь, всем напишу ответ, никто не останется без номера. И дело в том, что не нужно сильно волноваться, потому что еще сентябрь и октябрь, два месяца мне дается на всю эту работу, и я все это успею сделать. Сейчас посмотрим семена вот этих маленьких детей Суворова. Вот в прошлом году я хотела их собрать, но они расщелкнулись, и все у меня пообсыпались. В этом году я собрала пораньше. Семена у лука Суворова точно такие же, как у батуна. Я их заготавливаю по той же схеме, просто я объясняю тем, кто, может быть, потом захочет их собрать. Я жду, когда шишка вот эта вот... Они сначала видели цветок, тут зеленые, вот эти вот, как, семенные камеры, они зеленого цвета. Потом они приобретают вот такой цвет коричневый, их можно срезать. Я срезала, все скинула вот туда. И самый основной процесс, это их расширушить, то есть вылущить их нужно вот из этих. Они же каждая в отдельной кабинке. Вот она она. Вот такая у нее семенная коробочка небольшая. И нужно делать такие движения, но не каждые отдельно, чтобы они оттуда высыпались. Зрелость, вот когда черные, уже зрелость все. Я, конечно, не каждую отдельно, я просто туда руку опускаю. И начинаем вот так вот делать. У вас, если даже одна, например, вы соберете, у вас будет первый год одна шишечка или две, и вот так вот шурудим, шурудим, шурудим. Ну, это так, я не знаю, я видела у нас. И бабушка так делала, когда вот батун, сеянку, раньше сеянку сами же не покупали в магазине, выращивали через три года. Потом, когда вот так они высыпятся, видите, их нужно выйти на улицу и вот так дунуть. Сейчас не знаю, увидите, как я дуну или нет. Я делаю так. Я рассыпаю на большое блюдо и осторожно-осторожно начинаю вот это все лишнее сдувать. Если вы хорошо прошурушили, они вот эти легче, фракции, которые нам не нужны, а семена, они тяжелее. И в конце концов, после нескольких часов шарушения, после нескольких сотен вот такого осторожного сдувания, остаются они вот эти черненькие, будущие дети Суворова, все. И вот такие семена у вас будут лежать в пакетике по несколько штук. Ну, для разведения, так же, как я с одной луковицы разводила, достаточно 5-6 штучек. Сеем их так же, как лук на севок. Вы их в землю заглубите не очень глубоко. Вы видите, что они маленькие. Самое главное, их не заглубить так глубоко, что они не пробьются. Вот. 0,5-1 сантиметр. Все. Когда они проклюнутся, вот эта маленькая-маленькая такая, как ниточка, зеленая ниточка вылезет, нужно, конечно, следить, чтобы ее не забила трава, и нужно, как, чтобы она не пересохла. Вот такой лук, если вы упустите момент, когда он взошел, вот эта ниточка, и пересохнет земля, вы вовремя не польете, он просто у вас засохнет, это как перышко тоненькое. И вы даже не увидите, где он был. Он высохнет без следа. Он очень тонкий, очень маленький. Если хотите вы развести удачно лук, вы когда посеете, следите за ним. Я первое время, вот если мало, например, я первое время даже вот пленочкой закрываю. Вот у меня сейчас, я здесь, видите, у меня зимний огород делаю. Я вот посеяла вот этот салат. Он тоже. Они маленькие-маленькие, маленькие семянки. И я на первое время закрываю их пленочкой и слежу. Слежу, чтобы они не пересохли. Вот они всходят, я в следующем видео покажу. Тут молодые у меня уже помидоры взошли. Ну, все, на этом все. Кто хочет и кто не хочет в этом году получит лук суворова, разводить его или нет. Это, конечно, личное дело каждого, но я бы посадила. Это такая вкуснятина. Это кладезь витаминов. И там можно еще и полечиться, если постараться и делать какие-то настойки, какие-то отвары. Я до этого еще не дошла. Но, возможно, с годами, если понадобится какое-то лечение, буду как раз у меня размножиться. Луковицы будут толстые, здоровые, сочные. И, возможно, еще этот сибирский, ой, не сибирский, а какой женьшень-то он. Ну, какой-то, не знаю. Альпийские женьшеньи нам пригодится. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очень подробно о луке суворова, потому что я боюсь, как бы мои зрители не отравились этими красивейшими луковицами. На вкус они выглядят очень аппетитно. Прямо как чеснок, только большие, такие огромные дольки. Так и хочется его съесть. Но нельзя. Продолжение следует...